На настоящую конференцию были заявлены две площадки по радиоизлучению звезд, наши отречисления. Очень важным вопросом, важным этапом в исследованиях небесных радиоисточников является отречисление радиообъектов с их оптическими аналогами. Я радиоастроном-наблюдатель с почти полувековым стажем работы. Выполняла наблюдения на различных телескопах. На трехметровом это исследование короны нашей галактики, 12-метровое исследование газа в спиральных рукавах нашей галактики, 100-метровый БПР-телескоп, на котором все наблюдения начинались у нас, 100-метровое Бонское зеркало и 600-метровый радиотелескоп, расположенный на Северном Кавказе. На последних телескопах уже исследовались радиообъекты различных типов. В 1908, значит, вот я хочу показать, значит, вот Большой Пулковский радиотелескоп. У нас здесь Пулково сконструированный Хайкиным, Семеном Аммануиловичем и Кадановским, Наумвовичем, на котором в основном прошли все мои наблюдения. И вот это Ротан 600, диаметром 600 метров, который расположен на Северном Кавказе. Очень хороший телескоп, позволяющий делать качественные наблюдения. На нем я тоже очень много работала. Вот, значит, в 1985 году меня послали в Мексику, Тенан Цинкла, для выполнения оптических отрисвлений на прекрасном приборе, в линкомпараторе фирме ЦЕС, по стеклянным копиям обзора неба Паламарской обсерватории. Несовпадение объектов радиооптика интерпретировалось в те времена, как факт того, что радиоизлучают далекие галактики и квазары. Вот 1985 год. Я сижу за бинкомпаратором. В принудительном порядке меня сфотографировали мексиканцы. Значит, бинкомпаратор позволял определять координаты оптических объектов с точностью полторы секунды дуги. Это был прекрасный прибор. Он и есть и сейчас, но их было создано не очень много, несколько штук всего. Оказалось, что с плохой точностью совпадает с оптическими объектами менее 8% радиоисточников. В 1990 году командировка длится... Первая командировка длилась 12 дней. Значит, в 90-й год командировка длится 3 месяца. Получены координаты 9 тысяч галактик на бинкомпараторе. Нет совпадения объектов радиооптика. 1993 год. Меня мексиканцы приглашают на работу на 14 месяцев. Получены координаты 4 тысяч галактик. Нет совпадения радиооптика. Не совпадение объектов объясняли в те времена тем... Но я это уже говорила, что радиоизлучают галактики и квазары. Звезды не радиоизлучают. По решению Международного астрономического союза МАС в 1991 году опорной системой координат для привязки радиооптика стала система ICRF, каталог которой насчитывал 608 радиоисточников, случайным образом совпавших с оптическими объектами квазизвездной структуры. Оптические каталоги звезд были объявлены недостаточно точными. И в 2009 году, опять же на съезде МАС, была рекомендована для привязки система ICRF-2, насчитывающая 3414 опорных радиоисточников. А оптики сказали всё, ты плохую точность даёшь. Однако плотность этих опорных меньше, чем один объект, которые были рекомендованы для привязки неба. Плотность их меньше, чем один объект на 10 квадратных градусов. Это для северного неба всё, пока идёт речь о северном небе. И представляет собой факт случайного совпадения объектов радиооптика квазизвёздной структуры, плотность которых очень велика. С 1993 по 1998 год выполняется высокочувствительный обзор северного неба в НРАО-обсерватории США на симметричном радиоинтерферометре на волне 21 см с высоким разрешением диаграммы 45 секунд дуги и хорошей чувствительностью 2 миллиянских. И в 2007 году этот обзор появляется в интернете. И мы снова приступаем к оптическим отчислениям, теперь уже сидя в кабинете. Так, почему не перебещать? Сейчас, сейчас. Вот этот телескоп. Телескоп состоит из 27 параболоидов, каждый диаметр в 25 метров, обзор на волне 21 см, база 2 км. Вот данными этого обзора мы и воспользовались для выполнения оптических отчислений. Оптические отчисления выполнялись нами по данным обзора НРАО-обсерватории США, помещенным в интернет для общего пользования, по данным Паламарского обзора неба на сервере. Тоже сейчас всё есть в интернете. Всё началось при выполнении оптических отчислений с окрестностей галактики ИЦ-883. Вот эта галактика под номером 14. Это единственная на северном небе галактика с двумя перпендикулярными джетами. И с неё мы и начали. Расположена она в скоплении А17-16. Мы усомнились в правильности предложенного для неё отчисления, поскольку характер радиоизлучения галактики не соответствовал общепринятому характеру радиоизлучения для галактик. И, кроме того, больше ни один радиоисточник не совпал с оптическим объектом, несмотря на обилие диффузных объектов в окрестностях этой галактики, которые считались внегалактическими галактиками. На северном небе такая галактика, я уже сказала, с двумя перпендикулярными джетами является единственной. Больше в ближайшей окрестностях ничего не отождествилось. Площадка была обработана нами вручную, поэтому отождествлены были радиоисточники слабее чувствительности радиоприёмника НВСС, используя изофоты этого обзора. Вот, значит, ну вот здесь помечены на площадке менее одного квадратного градуса в окрестности этой галактики, номер 14, отождествилось 17 объектов с диффузным изображением и 9 объектов со звёздами на площадке меньше одного квадратного градуса. Вот с этой галактики у нас и начались правильные отождествления объектов радиооптика. Мы разработали правильный метод привязки радионеба к оптическому, который был запатентован и который мы теперь используем при выполнении оптических отождествлений. Было обнаружено, что в межзвёздной среде в данном направлении много газу, который даёт радиорефракцию. В результате объекты с диффузным изображением оказались смещёнными относительно группы звёзд, расположенных на этой же площадке. Мы просмотрели несколько тысяч площадок, и оказалось, что обнаруженный факт неверной привязки повсеместно повторяется. Мы вынуждены были просмотреть все публикации по радионаблюдениям, начиная с 1955 года, чтобы разобраться, почему же радионеба не совпадала с оптическим. Оказалось, в 1960 году была выполнена прекрасная работа комиссаровым на частоте 19 МГц, это метровый диапазон, в которой была обнаружена радиорефракция в геоносфере Земли. Эксперимент был поставлен очень грамотно, и комиссаров, выполняя свой обзор в Австралии и в Новой Зеландии, определил, что на высотах больше 350 км происходит радиорефракция в метровом диапазоне волн. Тогда этой работе не придали значения, и вспомнили о ней только сейчас. Наличие радиорефракции в атмосфере Земли было обнаружено в сантиметровом диапазоне длин волн, которая отличается от рефракции в метровом диапазоне длин волн, и анасферное, это тропосферное. В настоящее время в интернете тоже имеются две таблицы радиорефракции в атмосфере Земли для оптических и радиоизмерения. Однако основная ошибка по привязке радионеба к оптическому была допущена в самом начале радионаблюдения, когда для привязки был предложен третий кембриджский каталог, 3С так называемый, полученный на частоте 178 МГц, метровый диапазон, с диаграммой направленности 13,6 на 4 минуты дуги на 4,6 градуса. Это значит, они давали объекты, которые осведняли все объекты, на площадке больше 2 градусов. Некоторые объекты этого каталога и по сей день используются в качестве опорных в радиообзорах, хотя многие из них уже выкинуты из каталога опорных объектов. В настоящее время на всем северном небе числятся 55 радиоисточников, которые якобы совпали случайным образом со звездами, причем это слабые радиоисточники. Для сравнения, у нас на 16 одноградусных площадках одноградусных отождествилось 138 звезд ярче 12-й звездной величины, и только 19 радиоисточников отождествилось с объектами с диффузным изображением, так называемыми галактиками. Вот это две площадки, которые мы публикуем в данном издании. Это вот радиоизлучение звезд в окрестности. Вот эта площадка. Вот по изображению уже самой площадки, невооруженному глазу видно, что в данном участке существует очень много газа. Это видно вот по темным линиям, вот по этим полосочкам, которые... И вот здесь расположено 8 звезд. Все они отождествились. Обилие газа, значит, отождествились они группами. Значит, первая группа, звезда 1, 2 и 4, вот самая яркая звезда, это вот эта. Это в инфракрасном диапазоне. Я привожу картинку, чтобы было видно распределение пыли и газа в этой области. Участок расположен вблизи, в созвездии Ориона. И вот еще правее здесь вообще уже газа столько, что очень трудно определить, сделать отождествление. Значит, обилие газа дает значительную радиорефракцию между звездами 1, 2, 4 и 3, 5, 7. Радиорефракция, их координаты смещены относительно друг друга. На 19,6 секунды по прямому восхождению и на 9 минут 33,6 секунды по склонению. Вот вторая площадка заявленная тоже по изображению звезд. И по фоновому изображению видно, что здесь тоже много газа. Здесь у нас 4 яркие звезды. Первая, вторая, десятая и девятая имеют одну поправку. А следующая группа, от третьей до восьмой, имеет другую поправку. И смещены эти две системы координат. Звезд по прямому восхождению радиорефракция составила на данном участке 9 секунд времени. И по склонению 23 секунды для звезд ярче 9-й звездной величины. Маленькая рефракция в этой области говорит о том, что они близко расположены друг к другу. И между ними не очень много газа. Мне кажется, было бы интересно всем увидеть уже остальные 14 одноградусных площадок, отождествленных нами. Вот это вот в окрестности вот этой галактики, которую только единственную считали, что она радиоизлучает. Но тоже ничего не совпало с ней. Вот мы здесь отождествили, значит, 7 звезд и вот эту вот одну галактику. Но со сдвигом. Вот эти вот две маленькие галактики, они у нас не вошли в наш каталог, потому что они слабенькие. Их нет в каталоге, в радиокаталоге видны. Они только на изофотах. И они имеют точно такую же конфигурацию, ниже чувствительности обзора изофоты, приведенные, как вот эти две галактики. То есть практически вот на этой площадке все совпало. Ой, почему-то у меня вот так расширяется, но ничего. Вот радиоизлучение группы звезд в окрестности звезды, вот этой вот звезды, яркой звезды 2. Здесь имеются две галактики. Вот галактика вот здесь, видите, да? Ой. Вот здесь, в правом верхнем углу, продолговатая. И вот номер 5 галактика НЖЦ 4993. Странно то, что галактика 9-й звездной величины по данным привязки к каталогу 3С не радиоизлучает. У нас все радиоизлучает и все совпало. Ну тоже. Вот звезды 1, 2 и 4 образуют одну систему координат. Они более яркие и ближе к нам. А вот эта вот галактика, так называемая, 5-я, 9-я и 6-я, с двумя звездами 6-й и 9-й тоже образовали свою конфигурацию. И радиорефракция на этом участке довольно большая. 10,4 секунды дуги времени по прямому восхождению и 2 минуты 25 секунд для звезд по склонению. Вот эта самая красивая площадочка, моя любимая. Здесь выделено 7 звезд ярких. Пустое пространство. И при нашем отозвисление в этом пустом пространстве тоже нет радиоисточников. Совпало 7 ярких звезд. Не совпала только вот эта одна звезда, но она слабая. И вблизи нее расположен один радиоисточник, но у нас нет основания утверждать, что это именно эта звезда радиоизлучает. Так что вот здесь эти 6 звездочек отозвислились вот в такой конфигурации красивой. И тут пустое. Тут нет радиоисточников. Вот еще одно отозвисление тоже. Здесь отозвислилось 8 звезд и 2 слабенькие галактики, так называемые. Но они тоже не радиоизлучали, потому что слабые. Но при нашем отозвисление они тоже отозвислены, но под порогом чувствительности обзора, которым мы пользуемся. Так, вот участок, где все... А, нет, здесь отозвислилось 12 звезд. Вот эти вот 2 звездочки, 10 и 12, они тоже имеются на изофотах, но уже здесь они пришиты в лепестке. Поэтому мы их не используем для привязки. А все остальные звезды, это, значит, 10 штук, все отозвислилось. А неопровержимым фактом, вот с этой площадки мы и начали, является то, что вот 2 звездочки, вот эти и вот это, имеют точно такую же конфигурацию и в радио. Вот еще одна площадка. Здесь яркие звезды имеют одну систему координат. Вот, 7, 8, 9, 4, 5 и 6 звезды. А слабенькие звезды, первая, вторая, третья, имеют свою систему координат. И радиорефракция относительно этих, одной группы, относительно другой составила 13,7 секунды времени и 6 минут 0,7 секунд дуги. Вот тоже неопровержимое доказательство правильности выполненного отчисления. Здесь совпали все 9 звезд. И в центральной части пусто, и в радиодиапазоне точно так же. Вот эти две яркие звезды отчислились двумя яркими радиоисточниками. Вот тоже площадка, на которой не отчислились только 2 звезды. Вот 7 звезда, она расположена на краю площадки. Я сейчас объясню, почему. И вот эта 9 звезда слабая. Остальные все отчислились. Значит, почему обычно у нас не совпадает на краю площадки? Сейчас объясню. Значит, обзор нравообсерватории выполнен так, что сканируется 1-градусная площадка. Но она сканируется чуть побольше. Потом из нее вырезается площадка 1 градусом и помещается, как они считают, должна, где она нужна. Следующую площадку они сканируют, делают то же самое и пришивают к этой. Так вот, уже следующая площадка, пришитая вот здесь кверху, она уже смещена значительно в другое место, и поэтому звезды вот этой нет. Красивая. Это изображение, недавно нами полученное. Это первая звезда первой звездной величины, которую нам удалось отождествить. И в ближайшей ее окрестности отождествилось еще 8 звезд. Вот, первая, вторая, третья, четвертая. Тоже есть, я не буду останавливаться, неопровержимые доказательства, что отождествление сделано правильно. Кроме того, эта звезда была отождествлена сильным радиоисточником, у которой также обладает переменностью, как и эта звезда в оптическом диапазоне, только в радиодиапазоне. Вот предложенные в ICRF каталоге, который сейчас предложен всем для привязки, изображения по НВСС-обзору вот этого квазара. Это считается квазар, вот в центре, вот здесь маленький. А то, что в положении этого объекта, что размер радиоисточника не 45 секунд диаграмма, а 2 минуты. И охватывает участок неба значительно больше, куда входит до 20 квазизвездных объектов, это уже никого не волнует. И вот наше отождествление с этой З-Цигнией, яркой звездой, наше наложение их изофот. И отождествление вот с этой звездой З-Цигнией. Результат наших исследований. Радио небо неправильно привязано к оптическому небу. Обнаружено, что радиозлучают преимущественно звезды. Обнаружено, что в межзвездных и межгалактических средах существует радиорефракция, которую нужно учитывать при выполнении оптических отождествлений. В настоящее время нами опубликованы отождествления по 16 площадкам размером 1 квадратный градус каждое. Отождествилось 138 звезд и 19 объектов с диффузным изображением. В то время, я повторяюсь, как по общей принятой привязке неба радиооптика, на этих же 16 площадках совпало два радиоисточника с оптическими объектами случайным образом и неправильно. Вначале мы предполагали, что неверная привязка радионеба к оптическому определяется малым количеством опорных объектов. Просмотрев 20 тысяч участков неба, мы обнаружили, что 86% радионеба привязано к оптическому небу неверно. Нами предложен и запатентован метод привязки радионеба к оптическому, который основан на использовании фундаментальных каталогов звезд, и привязка радиоисточника производится непосредственно к звездам, плотность которых и точность измеренных координат достаточно для выполнения уверенной привязки координат радиоизлучающих небесных объектов. Ошибки привязки радионеба к оптическому небу. Первая ошибка, допущенная в радиоастрономии, возникла при создании опорного радиокаталога. В 1962 году выходит ревизованный 3С-каталог, который в дальнейшем стал использоваться в качестве каталога опорных радиоисточников для привязки радионеба на различных радиотелескопах в широком диапазоне длин волн. На 178 МГц получен каталог. Координаты объектов этих каталогов были получены осреднением каталогов в интервале от 38 МГц до 1390 МГц. И по данным обзора выполнено на частоте 178 МГц с диаграммой 13,6 минут на 4,6 градуса. Точность положения радиоисточников в обзоре 3С-каталога составляла по прямому восхождению 0,15 минуты времени и по склонению 0,75 градуса. Почти градус. И вот этим каталогом пользуются до сих пор. Вторая ошибка. Ревизованный 3С-каталог, полученный по наблюдениям в метровом диапазоне волн, стал использоваться в качестве опорного. Привязка обзоров небесных радиоисточников в сантиметровом диапазоне длин волн производилась к радиоисточникам 3С-каталога. В то время, когда уже еще в 60-м году Комиссаров обнаружил, что метровый диапазон в основном испытывает рефракцию в ионосфере Земли, а сантиметровый в атмосфере. Вот. И, значит, каталог, кроме того, 3С-каталог был рекомендован без указания, с какими оптическими объектами они отождествляются. В результате оказалось, что радиоисточники не имеют оптической пары. Было сделано предположение, что они отождествляются с далекими мне галактическими объектами, квазарами и галактиками. Третья ошибка. Первый список радиообъектов, рекомендованных в качестве кандидатов для установления радиоопорной системы РОРФ, насчитывал 234 объекта. Однако этот каталог представлял собой факт случайного совпадения оптических объектов и радиоисточников, поскольку координаты радиоисточников были получены в интервале частот от 100 до 5000 МГц с привязкой к 3С-каталогу без учета радиорефракции, уже обнаруженной в те времена в ионосфере и тропосфере Земли. Ну вот здесь вот мы приводим ошибки, полученные статистически по 138 участкам неба. Вот это ошибки по привязке по прямому восхождению и вот это ошибки по привязке по склонению. Достигают эти ошибки привязки до 30 минут и больше. Выводы. Разработанный нами метод привязки координат радионеба к оптическому оказался очень эффективным и обеспечивает отъяснение большого количества радиоисточников, в основном с яркими звездами 1-12 звездной величины. Обнаружено, что в межзвездной среде много газов и существует радиорефракция, которая даже на высоких галактических широтах может быть значительной, ее следует учитывать при выполнении оптических отъяснений. При правильной привязке радионеба к оптическому отъясняется более 60% радиоисточников и 84% это звезды. Рекомендованный самый главный вывод, рекомендованный в 2009 году ICRF-2 опорный каталог, как высокоточный квазарный каталог для привязки радиообъектов к оптическим небесным объектам, требует проверки и не может быть использован в качестве опорного каталога. Рекомендованный каталог для привязки радиообъектов к оптическому отъясняется более 60% радиообъектов. Ну как-то вы делаете различия между, показалось, пылью и газом? Вы иногда говорите газ, иногда пыль. Да, это все вместе. И пыль, и газ, они существуют вместе. Ну все-таки между пылью и газом вы делаете различия. Нет, мы этим пока не занимаемся, мы даем статистику по отъяснению звезд пока что. Вот несколько лет назад ко мне обратились коллеги из НАСА. Они были ошеломливыми, показывали цифры, сколько льда в космосе. Вам это известно, конечно. А лед вы учитываете? Крупинка льда. Вы знаете, нам отказали в публикации одной из площадок. Под эгидой того, что «А вы не опубликовали всё небо». Вот это к той же области относится. Мы можем многое сделать, но сейчас пока вот эта работа по оптическим отрестлениям занимает много времени. И мы сосредоточили своё внимание пока на этом. Это главное. Дальнейшие исследования, когда уже будет сделана привязка, будет выполнено отрестление звёзд, вот тогда уже можно среду определять, что она из себя представляет. Есть ли там лёд, есть ли там пыль, или там газ. Но у вас уже 60%, ещё 10%. Мы даже сейчас не занимаемся характеристиками радиозлучающих звёзд. Нет времени. Надо побыстрее донести до публики истину, вот эту. А спектр радиозлучения? И спектр радиозлучения. Вот Z-Cigna, как раз она первая звезда, которая показала, что спектр радиозлучения, у неё тепловой, излучает в основном ионизированный газ, причём процессы, происходящие в оптике, переменность. И в радио повторяется. Но это тоже надо, отдельная работа, это надо всё просчитывать, всё рассматривать. Мы можем это сделать. Сейчас, сейчас. У нас демократия, теперь вопросы. Маленький вопросик. Какой смысл в отождествлении радиоисточников и видимых, с видимым небом? Потому что это надо объяснить. Потому что я за старое излучаю только квазеры, ну и звёзды, то, что вы сказали, но это меньше процента. Вот какая ваша точка зрения? 86% радиоисточников. Нет, это по количеству. А, например, Солнце считается, излучает менее процента там, всё вместе. И это самое... Ну это вы только рассматриваете относительно нашей Земли. Да. Значит, каков смысл отождествления? Смысл отождествления... Сейчас очень много идёт работ. Всех загнали на край Вселенной расширяющейся. Всех. А то, что у нас под носом происходит, никто не знает. Потому что ничего не совпадает. Так оно и не должно совпадать. А почему вас загнали? Должно совпадать, если вы правильно делаете и исследуете среду, через которую проходит радиолучие. Но надо всё это объяснять. Да, вот мы и пытаемся. Леймон. Пока что мы говорим только об отождествлениях. У вас практики очень много. Не получается. Так. Всё, сейчас закончим, а то следующий раз. Давай, давай. Дай, я тебя. Ну, я не поняла, зачем это надо делать. И известно... Дело в том... Очень интересно, но мы это всё продолжим в колуарах. Нет, во-первых... Не, 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 в колуарах. Следующий не выпустит. Нет, я отвечу на этот вопрос таким образом. Значит, в Ортике измеряли расстояние до звёзд. До некоторых звёзд у нас известное расстояние. Но расстояние были измерены от течения методами только до 200 парцетов. Только до 200 парцетов. Вот. Мы находимся в спиральном локове, где много газового, через который мы всё это изучаем и видим. Рукав, который направлен на полюс, там меньше газового. Мы там больше видим звёзд. Рукав, который у нас сзади проходит, там где Млечный путь проходит, там звёзд меньше. Поэтому сейчас вот идёт проблема о том, чтобы на каком же... Если мы будем знать расстояние до звёзд для всех, вот тогда нужно будет говорить обо многом. А потом трёхмерных измерений очень сложно. Планарно уже сейчас можно. Да. А непланарно очень сложно. Да. И в пространственные измерения тоже есть характеристики, которые позволяют сделать это звёзд. Скоро.